Друзья, приветствую вас у себя на канале. Спасибо, что заходите, спасибо, что заглядываете. Кто не подписан, если хотите, подписывайтесь. Пожалуйста, буду рада каждому подписчику, абсолютно честно это говорю. Вот буквально на днях подписалась моя очень близкая родственница, и она мне об этом сказала. Я очень рада. Если еще не все родственники подписаны, тоже прошу вас, и даже не родственники, даже те, кто не знает меня, я вас всех очень буду уважать и благодарна вам за то, что вы подпишетесь на мой канал. Собственно, и сейчас я хочу рассказать немножечко, акцентировать внимание на погоде в Калифорнии. Вот сейчас здесь 9 утра, 17 декабря 2022 года. Через 14 дней будет Новый год. К чему я веду? Вот в этом году, как мой муж говорит, и на самом деле, как я вот здесь уже 6 лет, зима в этом году очень холодная. Понимаете? Вот мой муж, когда в те дни работал, вот он работает у меня 4 дня в неделю, если точно 3,5 дня, вот так он любит говорить. Ему утром приходится брать котелочек, как так сказать, как кастрюлю такую, и поливать на лобовое стекло водичкой. Она не обязательно должна быть кипяток, но такая должна быть тепленькая. И машина, она вся вот как вот в Инии стоит, и сегодня она тоже стояла, и максимальный, так сказать, холод был. В общем, температура ночью была, ну, максимальная-то я шучу, конечно, минимальная температура была 0 по Цельсию, и ощущалась как минус 1. И я, когда посмотрела сегодня на машину, она, конечно, ну, была вся окутанная, опутанная. Но вот сейчас 9 часов, фактически 6 градусов тепла, ощущается как 5 градусов тепла, но вы видите, какое солнце? Оно буквально обжигает меня. Я вот вышла на улицу просто посидеть и поговорить, и показать вам нашу погоду. Одела с собой вот этот свой вот этот шапочку, козырёчек свой. И я чувствую, что меня, мне жарко, мне жарко, вот, и вот такая у нас зима, вот такая у нас холодрыга. Сказать особенно нашему Скаменогорску, что у нас холодрыга, мне даже стыдно говорить об этом, потому что вот буквально недавно я видела видео Рафика, это мой родственник. Вот, и там гора снега, я знаю, что у меня у братьев тоже дома, и они тоже пурхаются в этом снегу. В Экибастузе все вы знаете, что случилось там, у меня мой брат живёт. Вот, я тоже очень сильно волнуюсь за Экибастуз, и, конечно, я волнуюсь за каждого. Вот, я знаю, что в Рудном случилось, авария на ТЭЦ. Сказать, что вот, и вот когда вот это всё слышишь, и слышишь, что там холодно, и снега валят, стыдно говорить, что вот мы тут подмёрзли. Ну, мы правда подмёрзли, потому что, ну, как сказать, всё познаётся в сравнении же, да. У нас здесь, конечно, не, как это сказать, вот во Флориде там очень влажно. Здесь вот в нашей части, я не знаю, может, в другой части Калифорнии есть влага, вот в нашей части нету влаги. Она довольно определённо сухая, здесь нет такой огромной влажности, да. Но, тем не менее, всё равно, когда человек привыкает жить, что днём 17 градусов, да, в целом всю зиму вот в те годы было, но не падало ниже 14 градусов. В этом году 11 градусов было, ребята. Ну, это к чему я? К тому, что действительно в этом году зима суровая. У нас, знаю, что в Казахстане. Кто живёт в какой стране, в какой местности, напишите, как у вас сейчас проходит зима. Я, конечно, очень сильно, у меня много друзей в Украине, я переживаю за них, потому что они сидят без тепла. Я знаю, что они там многие уже генераторы купили. Вот, я, конечно, желаю всем, моим казахстанцам, моим друзьям из Украины, я не знаю, как сейчас в Европе, у меня там тоже есть подруга, как они переносят эту зиму. Пишите ваши мысли, пишите ваши комментарии. И вот я прямо сижу, и у меня всё вот прямо вот здесь уже вот всё горит, потому что солнце, вот, повернуть бы вам сейчас, и вы бы посмотрели бы, какое оно вот просто жарит. Вот где оно? Вот где-то вот тут вот, да? Вот, ну, жарит солнце. Вот, давайте покажу вам, раз встала. Это наш японский клён. Вот он так вот сейчас вот. Ещё листики остались красненькие. Он, короче, зимует так. Сейчас я вам покажу. У нас вот тут календула, вот она вышла. Ой, смотрите, я давно не выходила в огород. Смотрите, что здесь. Вы видите, да? Здесь у меня был чеснок, и он вырос. Ура! Я могу это всё сорвать, и у меня будет своя зелень. Вот это место для моих помидорок. Ну, здесь ничего нету. Вот здесь тоже постараемся поставить капки, сделать помидорки. Ну, не знаю. Посмотрим, как получится. Вот зимует мой трассикл, потому что холодно, я не буду на нём кататься даже. Вот, видите, водичка накопилась. Давайте покажу наш участок. Вот это авокадо. Ой, один год он у нас почти умер. Это мои подружки, подруги дерево. И вот оно хорошо чувствует себя. Кто видел моё... Последнее видео распаковка потерянных посылок, там были вот эти вот украшения новогодние. Вот они. Так, ну вот тут у нас маленький флажочек. Так, это моё любимое дерево. Ох ты, у него бывает вот тут заплетаются. Один год я была в Казахстане, муж его переполивал, и он почти что умер. И я его вырастила обратно. Вот он, красивенький, да? Посмотрите, красивенький. Это моя пальмочка. Мы сюда закидали вот эти вот. Оно ночью горит, и, знаете, немножечко как типа снег на растении. Ну, это вот уже такое растение. Цветы пожухли. Пожухли. Вот ещё герберы маленечко остались. Ну, цветы вот пожухли. Красивыми их не скажешь. Вот на Крисмос флажок. Вот на Крисмос у нас вот такие украшения. Это мои сакаланцы. Вот. Вот так вот они у меня выглядят. Вот это очень люблю. Вообще все люблю. Ой-ой-ой. Вот видите, как хорошо выходить на улицу и записывать видео. Вот так вот. Бедное растение. Вот у меня две таких, два таких вазона. Вот, всё, вылили водичку. Ну, вот так вот у нас это выглядит. Вот два алоэ вера. Вот что-то этот не идёт. Он не растёт. Вот эти днём набирают, видите, такое украшение, как вот к свече, да, на улице, да, украшение. Вот они, солнечные панели и ночью светятся. Ну, всю ночь не горят, но какую-то часть ночи горят. Ну, пойдёмте, покажу нашу машину. Вот, видите, сколько скапывает. Сколько скапало. Это вот, потому что ночью подмёрз наш дом тоже. Вот машина, как наша подмёрзла, подтаяла сейчас. Вот она с этой стороны вся высохла. Видите, вот где солнце, прямо солнце моментально высушивает. Что ещё показать вам? Ну, всё. Вот так вот. Это наша антенна. Наша антенна. Вот она вся в воде стоит. Вот тоже здесь растения наши. Ну, вот показала. Это наш козиба называется. Здесь как бы палатка по-нашему, да? Вот здесь вот это, как называется, гриль. Вот что-то в последнее время редко стали делать. И вот мы любим, когда прохладно, выйти посидеть. Вот видите, вот эта штучка? Она, она, как она? Вот камушки там. Вал поджигает вон той вот, видно, вот этой штучкой. И там пламя горит, и мы кайфуем. Вот у нас как раз две, два кресла друг напротив друга. Вот моё кресло. Обычно почему-то я люблю здесь сидеть. Он там сидит, и вот мы ножки вытягиваем, мы сидим, греемся, беседуем. Вот. Так тоже бывает, не каждый день почему-то. в общем, вот такие дела. Пойду домой. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что послушали о погоде в Калифорнии. Ну, в общем, действительно, здесь 300 дней в году солнце, и всего 60 дней в году хмарит. Сегодня один из солнечных дней. Бывает, когда, когда вообще не бывает солнца, это очень редко, чтобы целый день не было, не выглянуло солнышко, это практически очень-очень редко бывает. Ой, всё, мы зашли домой. Всем спасибо. Пока-пока. Подписывайтесь, ребята. И вот тут вот моя ёлочка. И там сидит такой весёлый эльф. Вот я люблю эльфа тоже. А кто видел, давайте покажу. Сегодня что-то настроение есть такое. Показать вам кое-что. Это вот. Как вот раньше было в советское время сервант, но это вот типа моего серванта. Вот. Использую. Здесь флаг Украины, а вот здесь флаг Казахстана. Флаг Казахстана. Давайте включу вот это. Это произведение для меня это очень сокровенное. Вы знаете, это что-то знак тенгрианства. я это покупала, когда на реке Катунь отдыхала. И там художники живут. В общем, вот это я очень люблю это изделие. Кто знает, что... Ну, вообще, все религии, все люди... я сейчас вглубь пойду, это не моя тема, но я немножко скажу. В общем, мы все казахи, ой, мы казахи, раньше были тенгрианцами. Во мне идет большой отклик на тенгрианство. Я вообще человек относительно верующий. я знаю, что я рождена в семье, мусульманской семье. Когда здесь в Америке я с кем-то знакомлюсь, я всегда говорю, что я маслим, да. Я это не отрицаю, но тем не менее я знаю и я уважаю наши тенгрианские корни. вот и я знаю, что вот щельпеки оттуда идут, много что еще оттуда идет, поэтому во мне это тоже сидит, это тоже моя частица, и я с этой частичкой своей тоже живу с удовольствием и принимаю это с удовольствием. Все, на этом прощаюсь, всем пока-пока.